Так, ну что, в чем мы будем долго начинать? Всем еще раз привет. DreamHack Anaheim начинается и, точнее, продолжается. Он начался у нас уже, сколько, 4-5 часов назад. Второй игровой день, так точно. Вчера у нас были Best of 1 серии. Ну и сегодня мы уже успели проводить команду Force домой. Всем еще раз доброй ночи, кому-то, наверное, даже доброго утра. Я думаю, зрители с Дальнего Востока также присутствуют на нашей прямой трансляции. Можете писать, кстати, прямо сейчас, из какого вы города. Ну а мы по малеху втягиваемся уже во вторую серию. Омичи? Омск-Ван-Ларта. Всем привет. Так вот, втягиваемся во второй матч. ENCE-MABR. Обе команды вчера успели проиграть. ENCE отлетели от GNG. Ну, там была борьба 16-14. Наверное, отлетели. Тут не самое подходящее слово. Ну и команда MABR проиграла Complexity. Бразильцы берут постоянно нового пятого и вот как-то постоянно не могут вернуться на тот же былой уровень величия. Возможно, в 2020 году получится, но дебютный матч они также успели проиграть. Ты города-то мониторишь? Да я жду города. Ты Омска все еще живешь? Я просто жду Омска и пытаюсь с новыми городами, так сказать, ознакомиться, чтобы, знаешь, в города потом с тобой поиграть. Это незаконно. Так, у нас пики-баны, кстати. Ого! Вот это next level. До этого мы, кстати, сидели и досматривали пика-баны, когда уже пистолетка шла. Ну ладно. Бан-вертига-бан-даст ENCE-MABR. У нас, да. Пик карты ДНЮК. Дамы и господа, вчера мы уже видели карту НЮК. GNG оставляли между Миражом и НЮКом. ENCE проиграли. 16-14. Напомню, сегодня они пикают эту карту против бразильцев. А бразильцы-то НЮК и не играют обычно? Ну да, но пикают Трейн. Бразильцев ноль НЮКов. Так, может, заготовочка была? Ну, бразильцы не играют и Оверпасс, и НЮК. То есть, вот такая вот ситуация. Ну, понимаешь, они все равно должны начинать играть, потому что им как бы еще и хотелось бы на Рио пройти, да? Хотелось бы в топ-3, по-моему. А там нужно и НЮК играть, и все остальное отыгрывать. Но посмотрим, чем у нас закончится. В итоге и должны забанить Мираж, и появляется Оверпасс Десайдер. Ага. То есть, две карты из трех, ну, не особо играемые у команды MBR. То есть, они решили Даст не играть. Просто первый бан Даста. Конечно, бан, возможно, ситуативный, потому что сильный Даст Уэнс. Ну, спорное, спорное решение. Оставили как раз-таки две довольно слабые свои карты бразильцы. Возможно, это был очень продуктивный буткемп, и мы увидим как раз-таки игру на этих картах. Потому что вчера на Дасте играли с Complexity. То есть, в Best of 1 серии оставить слабую карту невозможно. Очень, ну, такой вызывающий вопрос. Кто? К Бан у меня, к бразильцам. Ну, вчера они играли Даст, сегодня они Даст банят первым, оставляют Нюк, оставляют Оверпасс. Ну, помнишь, они играли Даст, да? Да, в том-то и дело. Ну, в Best of 1 они оставили Даст, то есть, они были готовы до начала турнира. Ну, да, комплексы тоже. Сегодня это первый бан. Ну, короче, карты великолепные для финнов. Ну, для Индс, может быть, реально Даст был бы немного получше, поэтому решили этого героя. Что такое? Держу на ладошке ККЦЛ. Та-дам! Скриншот для спонсора. Все, вырубай. Идеально. Понял. Ну, тут участники передают приветы из городов, достаточно много людей из Москвы, Ташкент, Омск привет передает. Ну, да, вам тоже Омск привет. Все, ты нашел своего человека? Земелю, земелю. Своих ребят нашел, нашел, нашел тех самых, те, кто сидят и... Я открыл чат, и первое сообщение, Фарзы выиграли, Эндпоинт. Ну, ладно, давай не будем о грустном. Ты немножечко опоздал, во-первых, дружище, в чате. Во-вторых, ты не успел поддержать, да, как бы, Фарзы еще и домой поехали, а муха без поддержки твоей оказались. Ну, ладно. Тут у нас, в принципе, Киев, Смоленск, Рязань, Ужгород. Ужгород. Кацапы. Казань, Самара. У нас полное тут сейчас собрание людей. Салеха. Я просто прочитал сообщение. Я думал, это город, извините. Да, да, хороший город такой. Восточный Украины очень большой. Миллионов на 140 где-то такой городишко. Ну, это такое, это неважно. У нас финско-бразильская заруба. Аргентийнец Мэйерн уже в составе довольно давно у МАБР. Взяли молодого бомбардира. Но он временами зажигает. Но какой-то вот кардинальной разницы, там, допустим, с Фелпсом или с Болсом пока замечено не было. Возможно, с этого турнира или с этого Best of 3 матча Мэйерн будет вести команду за собой. Плюс, конечно, очень нестандартные карты у нас сегодня, как я уже упоминал, будут для МАБР. Также интересный момент. На ХЛТВ был матч в половину. Мы вышли немного заранее. Ты все еще опрос городов проводишь? Так я уже провел. Мне хватило, на самом деле. Ладно, тут бывает всякое, друзья. Окей, у нас действительно матч пока что немного задержится. Но мы посмотрели Пикабаны. Мы посмотрели его прямо в прямом эфире. Это уже плюс. Продолжать как бы дальше, озвучивать города, я думаю, не имеет смысла. Тут достаточно много людей. Да, с разных городов. Мы всех рады видеть абсолютно. Те, кто собирается на трансляции, просто вы солнышки, вы очень-очень классные. В такое время смотреть DreamHack. Но вообще в такое время нужно смотреть DreamHack. И сегодня и завтра. Завтра будет финальный день. А потом целую неделю Intel Extreme Masters. Нужно обязательно быть на наших трансляциях. Поэтому фолловьте канал. Заходите на социальные сети Майнкас. Подписывайтесь на наши социальные сети тоже. О, я уже открываю. Я уже готов. Замечательная ссылка. Прямо сейчас. Twitter.com. Двойное подчеркание. Я вот лично не буду скидывать ссылку. Вы можете найти через него, если что, меня. Flanky Flame его зовут. Flanky Flame, да. Прямо сейчас. Дважды отправил. Ребята. От души. Подписочка. Делайте красиво. До старта матча есть определенный промежуток времени. Напомним, DreamHack Anaheim у нас. Open. Западное побережье. Калифорния. Замечательное солнечное место. Я думаю, форсы проведут время с пользой. Погуляют, пофоткаются. И уже на следующем турнире будут зажигать. Сегодня, к сожалению, для всех фанатов этой команды. Они уже чемпионат покинули. Ну а Endpoint мы увидим в следующем. Best of 3 матче. Это также будет сегодня уже ближе к утру, наверное. Против коллектива North. Они будут сражаться за выход со второго места своей группы. Так, ну и что же. У нас, похоже, ну почти что начинается. Нам сейчас показывают игроков. Вот как же я хорошо вижу Аллу. Посмотри вот это вот. Замечательный лоб. Идеальная прическа. Как бы 10 из 10. Он, кстати, интересно с бородой. Вчера-то был максимально на ярости. Так это сюрприз будет, да, у нас? Да-да-да. Тайный человек, что показывают статистику за последние три месяца. Вот как раз-таки 0-2, 0-2 и челлендж вообще провалили End. Вчера отлетели от GNG. Уже далеко не лучшие времена переживает эта команда после бешеного подъема. Сейчас и замена уже была. Ну это 10 раз тему обсудили. Алексей Би ушел. Взяли Сани, взяли стрелка жесткого. Ну, конечно, результаты далеко не такие хорошие, как в середине 2019 года показывает эта команда. Ну, надо разгоняться, надо сейчас все равно проходить эти турниры. Мне кажется, тем более показатель Камандэнс может расти. Просто нужно ребятам немного сыграться, сыграть пару лайнчиков, показать себя, презентовать, так сказать. И уже выходить снова в топы. Будем ждать мы этого от Камандэнс. Ну и от команды Мибор тоже очень интересно. Все-таки для команды Мибор тоже очень важно набирать сейчас форму, потому что грядет, да, мейджор в Рио-де-Жанейро. В Бразилии, в родной стране команды Мибор, где будут за них топить. И хотелось бы их там увидеть. И многие говорят, что для Фолланта может оказаться последний турнир, если там уж не смогут себя показать. И ему придется отправляться на роль какого-то тренера в команде. Но мы все это дело посмотрим. Опять же, Рио-де-Жанейро будет жарким мажором. 100% это без всяких вопросов. Бразильцам, конечно, принципиально подойти в хорошей форме. Пока что еще время есть, но желательно, конечно, набирать. Но ты представляешь, какой там будет завал вообще? Да, жиотаж бешеный, там публика умеет болеть. Плюс там еще, конечно, фурия. Ну, много-много бразильских команд могут пройти, по факту. Так что я думаю, скучать не придется. Где вообще? Где бразильцы? По правой линейке уже все сидят, все заряжены. Ну, картинки вижу, картинки вижу, вижу, ребят. А такие, они такие, ооо, да нам, да сегодня. Столько дел, столько дел. Сейчас, подождите, напикаем, как бы там пяткой просто начинают допикивать, одеваться, выходить из номеров. Вот они, вот они, вот они, вот они, ребята. Из-за кулис выходят, видимо, там был какой-то жесткий тимток, у Зевса блокнотик, наушники. Ну, все жестко. Тако, неплохой провел турнир, показали нам Фера. Тако в неизменной шапке, волн по центру. Ну, в общем, красиво. Собираются телефоны в специальную коробочку. Это означает, что матч уже скоро будет подходить к своему старту. Там коробочка такая интересная, обычная. У кого-то картонная, у кого-то пластиковая, прозрачная. Ну, знаешь, можно было сделать какие-то элитные коробки, не знаю, с каким-то рофлом, может быть. Зафиксируй эту мысль. Зафиксируй обязательно. На одном из турниров обязательно сделаем. Неплохой бизнес-план для турниров делать коробки для сбора телефонов. Почему нет? Можно с них начинать пролет. Да. Смотреть у кого какой телефон, продавать рекламу производителям телефонов. Да, да, да. Столько мыслей, столько денег уходит мимо. Вот так вот. Да, друзья, полвторого ночи мы продолжаем смотреть матчи. DreamHack Open на Анахайм 2020. Люди там отдыхают, люди ходят по выставкам. Мы же говорили о том, что на DreamHack Анахайм сейчас проходят турниры, которые суммарно призовый фонд составляет 570 тысяч долларов. Те, кто пока не знает, что я буду говорить, что там у нас происходит параллельно. Ну, Fortnite ты говорил, там какие-то драки жесткие. Да, Fortnite происходит, DreamHack есть Magic the Gathering тоже на 100 тысяч долларов файтинги. DreamHack FG7 также проходит турнир по Halo Reach и турнир про новому Варкрафту. Нам, кстати, очень интересно. Который призовый фонд 25 тысяч долларов. У Forge? Да, 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 да. Солидно, солидно. Так, пропали фоточки, но зато появились игроки. У нас как бы или то, или другое, судя по всему, сегодня. У бразильца все вернулись. Бородатый Fallon, бородатый Alu. Все жестко. А фотку, кстати, КНГ поменяли, да? Или у меня матрица какая-то? Он же в другой кепке был до этого. Кто заметил? По-моему, другая была кепка. Не знаю, не знаю. Я как-то не обратил внимания на кепку именно. Чуть-чуть не досмотрел этот момент. Но мы будем доверяться твоей все-таки интуиции. По-любому. Там была кепка King, по-моему, у него. Это кепка New York. Ага, ну все. В Калифорнии, в Анахайме, с кепкой New York. Красота, восточное побережье. Кинг врывается на уверенности. Ну что, ждем начало. Я думаю, так. Back in one minute. Я вижу на этом огромном, замечательном экране. Также у нас есть уже следующий матч. Это North End Point. Ну и, конечно, четвертое. Best of Three. Это уже, наверное, совсем утром. Также не пропустите. Уже будут наши коллеги все это дело освещать. Будет битва команды G&G. Или это завтра? Нет, будет битва команды Complexity. И победителя Ends MBR. Да-да-да, G&G уже в полуфинале. Просто на ЛТВ это считается как один день. В 9 вечера по Киеву завтра G&G. Все, оно как-то в одном списке оказалось. Ну, в чате Капка врываются вопросы для тебя. Special for you. Поменяли кепкой без очков был, я вижу. Да, и как впечатление от Dignitas? Они уже успели поиграть? Я просто как-то что-то пропустил. Я видел, что день рождения у Ксиста. Вот что я видел. Последняя новость, связанная с командой Dignitas. Как-то вот на моих глазах... Нет, не сфокусирован. Состав-то интересный. Нажимаю results. Может, они успели что-то где-то покатать. Как же, уверенно, вопросы идут. Комментаторы на ланне. Конечно. Нет, комментаторы на бутылке, друзья, если что. Обидно. Обидно, да. А это Dignitas FML, униженский состав есть? Столько нового, столько нового. Кстати, сегодня команда Вилги выиграла чемпионат Girls Gamer World Finals, дамы и господа. Это неплохо. 20 тысяч долларов за первое место. Да. Так что поздравляем Вилгу. И вот там как раз женский состав Dignitas играл. А? Знали вы об этом? Кто знал? Сообщаем вам прямо сейчас. Все, 10 человек на месте. Начинается уже совсем скоро этот матч. Так, ну, надо бы посмотреть нюк. Очень хочется, друзья, потому что... Ну, прям уже жажда, жажда душит. После первого матча такого зрелищного между командой Force, командой Endpoint. Кстати, где Endpoint победили. Для тех, кто только проснулся и был в банке. Это действительно было великолепно. Endpoint, как самая слабая команда, смогли обыграть фарзов и оставить их на топ-7, топ-8. Отправить их с двумя тысячами долларов домой. И продолжить играть на DreamHack Open. Владушки, пока что у нас пошел пистолетный раунд. Не пересеклись команды. Это очень интересно. Ну, там в чате какие-то были сообщения. А, ты думаешь... Это рестарт или они просто решили... Видимо, рестарт. Видимо, рестарт. Да, скорее всего. Тревожная музыка. Перед первым раундом. Первые карты. Денюк. Выбрали Ends, несмотря на то, что вчера эту карту они проиграли. Замечательный кубок. DreamHack Open. Претендентов на одного меньше уже. Да, сейчас будем выяснять, кто будет еще отправляться в топ-7, топ-8. Будет разделять это место с командой Force. Эх, вот это вот... Будет ли это Ends или будет команда, это Mibor. Возможно, Easy4End сегодня будет. Возможно, MBR зажгут. А, возможно, три карты с допами. И вообще, матч 50 на 50. Заполняется зрительный зал потихонечку. Ну, тут все-таки команда Mibor, так сказать, Южная Америка, поближе. Я думаю, что ребята там выступают на каких-то ланах в Америке. Скорее всего. Аргентинцы прям максимально крупным планом нам показали. Так он начал расплываться вообще. Слишком крупный план. Вообще, вот недавно обсуждал как раз команду Mibor с ребятами на подкасте. И там был очень интересный момент. То, что, в принципе, говорят о том, что аргентинцы-то особо не дают играть. Бразильцы. То есть, знаешь, он неплохо играет. Он неплохо стреляет, но ему не дают вот этой вот свободы действий, да, которую могут позволить и другие игроки. Не говорят, стой, накидывай нам флешки. Авторитета не хватает, возможно, еще. Но в целом, конечно, на огневую мощь Мерна, как раз я думал, и будет делать составка. Ну, хотелось бы это увидеть, потому что действительно игрок, подающий надежду. Не зря его добавили в этот бразильский состав. Вообще, очень интересно, конечно, увидеть аргентинца в бразильском составе. Есть такое небольшое соперничество между этими двумя странами. По крайней мере, в футболе. Да, в Южной Америке очень часто они там как раз болельщики прям друг против друга. Ну, в кейсе. Такой, знаешь, соревновательный есть момент. В этом деле соревновательная борьба за титулы. Ну, в любом случае. Так, что там к таку подошел человечек, показал пальцем на выход. Горячая замена. Админ вместо таку. Так, подожди. Ну да, такое бывает. С фером просто пошли. Так, пойдем, отойдем на секундочку. На секундочку поговорить нужно. Так, ладно. Ну, Энс готовый. Энс вообще там, по-моему, в игре были. Ужинники бегали. Мы практически начали смотреть пистолетку. И тут что-то случилось. Ладно, подождем. Увидим, что-то происходило. Ну, во-первых, мне интересно, с чем было связано такое ожидание команды Mibor. С чем было связано сейчас выход Тако за сцену. Эфера, вот. Так что админ вернулся. Напиток. А Тако-то не вернулся. Тако. Ну, ничего, подождем. Вот тут вопрос, кто выиграет катавицы. Знал бы, прикуп жил бы в Сочи. Хороший вопрос. Много хороших команд. Что я думаю, там много, много кто может выиграть. Астралис после довольно провального бласта, я думаю, будут заряженно тащить. Здесь там дразнит. Мэр, ну ле, разлегся. Так, в чате вообще пишут, что плохо себя чувствует Тако, якобы. Это по глазам поняли? Ну, скорее всего. По цвету шапки, если что. Умэрно там душат. Щекочат просто молодого. Ну, понимаешь, так как бы, во-первых, его посадили на край. Такие, типа, давай туда. Сейчас мы тебя немного щекочем. Привет. Ну, там люди кушают уже в зале, смотрят. Блин, вообще кайф. Приходишь на DreamHack. Во-первых, там, кстати, есть зона с бесплатными компьютерами, если что. Как, и дома у каждого? Что ж, там просто компы? В чем смысл-то? Ну, там… По стриме с ним? Нет, да. Там, короче, есть сейчас, сейчас скажу точно. Блин, где-то, где-то это была информация. Какие-то, может, эксклюзивные игры. Или там I-12 какой-то стоит. В чем? В чем? Изюминка. Зачем я должен прийти на DreamHack и на бесплатный комп, если у меня дома бесплатный комп? О, кстати, там еще турниры по Харстону проходят. И по Рокетлиге еще. О, Харстон мы уважаем. О, Рокетлига. Madden NFL на 25 тысяч долларов, если что там идет. Деньги мы любим. Так, передай привет. Ну, это затянется, если мы начнем передавать приветы. Качка, тебе привет, конечно. Ты был первый в этой бесконечной очереди приветов, но больше их не будет. Саня разлегся, пузико торчит. Некому пощекотать, Саня, некому. Ого, я посмотрел, кстати, там еще есть маленькие турниры, которые проходят. Знаешь, почему? Minecraft Build Contest. Турнир по Майнкрафт. Дос. А что делать там? Ну, постройки. Строить вдвоем. А кто выигрывает? Кто быстрее после мастер-фон? Красиво. Это как в Fortnite, да? Да. Вторая, это Ages of Empire. Вторая часть на 500 долларов, тоже призового фонда. Deluxe Edition. Точнее, не Deluxe Edition, а как он там? Ну, короче, обновленная версия. Что-то английские слова непонятные. Да, да, сложные. Ну, там типа DE написано. Deluxe, как бы. Deluxe Edition. StarCraft 2, 600 долларов призового фонда. Teamfight. Феноменальные просто призовые. Unreal Tournament. На 200 долларов? На 1000. На 1250 долларов 5 на 5 Call of Duty Modern Warfare. Rainbow Six, PUBG, League of Legends на 3000 долларов. О, там есть любительский турнир по Counter-Strike на 3000 долларов. Опа, наша остановочка. Набираем Петрику под флешечки, под раскидочки. Изи мани. Врываемся. Да-да-да-да-да-да. Так, ну а в Экспо? Лев, фанат, приехал с флагом какой. Чисто Бэтмен бразильский. Интересно, а там ультрафиолет фигачий так просвечивает? Или это просто такой синей света? Это диско-флаг, он с ним на пати ходит. Диско-флаг. Руки назад и как Наруто бегает. Вокруг сцены. Оу май. Оу май. Ну, такие веселые полчаса у нас на трансляции в легком ожидании. Фины скучают. Вернулся, кстати, уже я видел Таку, вернулся Фер, но матч не вернулся. На наши экраны. Так. Окей, на Дримхаке. Что еще происходит? Я просто говорю. Спидран-марафоны. О, это круто. По Дарк Соулс? Ох, не знаю, что скажу. Человек заснул во время официального матча. Впервые в истории КСа. Ну, Винни, кстати, из Фурии тоже любит вот так вот позалипать во время таких пауз. Помедитировать. Кстати, насчет спидрана не знаю, во всей игре. Косплей чемпионшип, если что, проходит. О, можно показать. Камеру на косплеер. Косплей. Сколько там призов в фонд? Ну-ка. Там нет призов в фонд. Там просто... Ты просто получаешь эстетическое удовольствие. Так, там есть несколько тиров. Есть мастер-тир, где 700, 500, 300 долларов первое, второе, третье место. Соответственно, там плюс трофеи. Джурнеймен. Тир. Также там 400, 250, 100, первое, второе, третье. Это по косплею все? Это по косплею. Есть еще, ну, вайс-тир. Это тебе в картонных коробках все ходят такие? Да-да-да, скорее всего. Я тир-3 косплеер. Вот. И есть еще китс-тир. Детский косплей. Призы для всех участников до 12 лет и младше. Там кто-то все свои скины поставил на МИБР, если верить надписи. Ну да. Кстати, там в первом ряду сидел человек в футболке iBuyPower, если кто-то помнит эту замечательную команду. Ого, вот это старая команда. Старая футболка, судя по всему. А он, интересно, инвестералов. Ну, возможно, у них еще там есть какие-то активности. Не, ну это было бы интересно. Знаешь, типа как традиция. Как троллинг. Придеть, 100 человек в футболке iBuyPower сидеть. Да, и причем, знаешь, не стирать, чтобы на удачу, как бывает. Также, кстати, еще на DreamHack Anaheim проходит фэшн-шоу. Оу, фэшн. Да. Неделя модных, как там, в Париже. Ну, я там смотрю, там интересные такие лица. Красивые люди в красивых костюмах. Да, да, да. Также есть Real Games, где можно поиграть. Есть Meet & Greet, где вы можете встретить своих любимых игроков. Игровых персон face-to-face, лицом к лицу. Автограф сессии, типа? Ну, типа того, поговорить. Так он что-то погулял за чужим компом, постоял, у него там все нормально. Показывает лайк. Всем лайк. Ты посмотри, там, короче, еще есть live music. Альт, альтернативный рок, ночь. Альтернативная рок, ну, точнее, ночь альтернативного рока. И есть EDM. Можно потанцевать, послушать рок. Да. Ночью потусоваться. Вот. Ну, а насчет, кстати, бесплатных игровых зон. Сейчас хочу зайти. Мы вернулись к этой теме. Да, да, да. Ну, не знаю. Там вроде компы прям мощные. Предоставлены какой-то компанией. Они бесплатные. Также можно поиграть в консоль бесплатно, новые игры. Можно поиграть в VR походить. Ну, то есть вот эта выставка, это реально праздник для геймеров, для игроков вообще. В общем, те, кто хочет зайти. Тем более, то не только для игроков. Там есть и артист аллея. Есть индустрия арт-галерея. Сколько людей сейчас в Анахеме? Дмитрий максимально разложил по полочкам всю выставку. Окей. Я просто смотрю, там, знаешь, еще есть. Там даже бизнес-тренинг есть. Офигеть. Так, 50 секунд до начала. Мне вот подсказывает наушник режиссер, уважаемый. Спасибо за информацию. Так. А, ну и все. Я дошел до конца. Как раз. В принципе, есть еще очень интересный крип-шоу. Я не знаю, что такое крип-шоу. Ну, крипы из Майнкрафта. Или крипы из Дота. Крипы из... Не шуришь, не шуришь. Крипы из Дота. Крипы из Дота. Крипы из Варкрафта. Везде крипы. Возможно, даже в чате пару крипов есть. Так, если крип плюс чат. Так, ну что, все. Барабанная дробь. Зевс встал. Наушники на головах. Санни проснулся. Все. Это явно знак к старту. Кстати, крипы были еще и в Майнкрафте. Я вижу смайлики Майнкрафта в чате, как минимум. Да-да-да-да. 25 и крип. 2 секунды, 2 секунды. Карта Денюк. Второй Best of 3 матч на сегодня. Какой кайф. Пистолетный раунд. Дождались. Великолепно. Ну вот, теперь готовы смотреть. Никаких задержек больше, надеюсь, не будет. Бомб взрывает у нас здесь дверь. Пытается Фоллэн через эту дверь пострелять. Пока что у нас по улице проходит Аллу. Очень интересно выглядит этот игрок. На реакцию его можно смотреть бесконечно долго. Мне просто нравится его лоб. Ну, полторы минуты можно смотреть. Потом раунд закончится. Так. Фоллэн, Фоллэн. Как же его давят? Задушили они, задушили-то Фоллэна. Ты посмотри, что творит этот немолодой человек. И справляется. И КНГ им здесь помогает еще. Аллу. Ну, Сергей прошел, конечно, по девятку. Но при этом ситуация 3 в 5 для финнов очень непростая. Фоллэн был боком. Второго нет. Второго не забрал. Так он разменит. Нашли Аллу. Икс Сэвен. Надежда только на него. Забрать Тако. Забрать хотя бы КНГ. Никого не убил. Аплодисменты. Ну, видно, видно. Поддержка MBR серьезная. В зале. Да, на самом деле, мне радостно, что зал поддерживает многие команды. И Форс они поддерживали. И ребята с командой Инпоинт поддерживали. То есть все. Тут публика очень лояльно относится к любым командам, мне кажется. Именно вот хорошим матчем, хорошей игре. О, давненько я не слышал эту замечательную музыку. У нас пауза после первого раунда. Улыбаются бразильцы. Финов пока не очень хорошо видно из этого ракурса. Чей пик? Это пик команды Энс. Да? Да, да. Денюк. Денюк выбрали именно они. Дальше у нас будет выбор команды MBR. По-моему, Детрейн. Там уже третья решающая. Оверпасс. Что же? Да, да. Все правильно. Проверил эту информацию. Смотрит на Сергея. Все ли там хорошо. Видим системного администратора. Какой-то секретный компьютер там на полу. То, что у нас рабочий стол и ничего на нем не открыто. Ладно, ладно. Вернемся к Дримхаку. Проходит он в городе Альхайм. По-новой. Если что, люди там спрашивают в чате. Если что, это 40 километров от Лос-Анджелеса. Но на самом деле 40 километров это те самые каменные джунгли. Да, там пустыря нет. Это один сплошной город. Да, но при том, что это получается огромный город. Но часть этого города это разные города. Паум. Ну, как Подмосковь, как Химки. Паум-Бич. Паум-Бич. Это тоже город. Я знаю Беверли-Хиллс отдельный город. Ого. Хотя это тоже прям максимально близко к ЛА. Хиллс. Ну, раунд посмотрели. Хорошего понемножку. Хорошего понемножку. Слушай, ну если Беверли-Хиллс, тогда Самара ТНА. Не, не. В этом мы не будем. Конечно, трансляция с паузами, но не настолько. Все печально. Ну, как хочешь. Блокнот я смотрю до финала. У Зевса такой солидный, серьезный. Саня тут пытается не потерять концентрацию. Уже поспал, проснулся, сыграл пистолетку. Снова пауза. Нужно, конечно, как-то в тонус прийти. Раундов 5-6, наверное, сыграть. Втянуться уже в КС. Погрузиться максимально в игру. Что все эти отвлекающие факторы у нас пока идут. У нас минуты молчания, в принципе, пока что. Нагнетающая музыка. Да, да, да. Показывает КМГ. Ну, ладно, короче, возвращаемся, в принципе, к чату. Друзья, не забывайте, что вы можете подписываться в наши социальные сети. Подписывайтесь, мы всегда вам рады. Пишите нам что-нибудь интересное. Может, кстати, писали. Ну-ка, подожди. Прямо сейчас. Отправляю ссылку в чат. И самые лучшие люди подписываются. Можете подписывать нас. И все. Все просто. Друзья, подписывайте нас или пишите хэштег Майнкаст. Все будет отличненько. О, ну, пока я, кстати, захожу, хэштег Майнкаст, там какие-то клипы нам скидывали с карты Вертиго. Также там, в принципе, был момент. Какой-то человек с нечитаемым никнеймом подписался. Спасибо, братик. Фатих, а дальше там еще 10 букв. Спасибо большое, кстати, да, за то, что подписался на Федю. Не забывайте подписываться на меня. Я, конечно, такой себе дружище парниша. Но... Фланки Флейма мы уважаем. И на Доте, и на КСе. Да. Разрываюсь просто. Туда-сюда бегаю. А чем матч так поздно? Ну, он в Анахайме, потому что. Западное побережье США. Это супер далеко. Да. Часовых поясов много. Так что у ребят там, ну, наверное, тоже уже где-то там за полдень. А что, если в чате люди поиграют в города? Я думаю, будет очень быстро лететь в чат, и не получится. Можно попытаться починить дримхак. Починить дримхак 1 из 100. И когда наберется 100, мы посмотрим второй раунд. Вот так можно сделать. Какая-то Машнатов с тренером жестко идет. Сергей посматривает из-за плеча. Слушай, пока у ребят получается. Играй в города? Эх. Да понятно, что это... Миссия невыполнима. В города играть. Ну ладно, в принципе, друзья, вы можете в города играть, просто писать свой город. Мы уже говорили и проводили небольшую перекличку. Починить дримхак 100 из 100. Все как бы... Изи. Изи, легко. Дружище, какой у тебя там никнейм был? Таргет. Таргет. Починил. Миновав 99 предыдущих пунктов, сразу починил. Читы не прошли. Не сработал. Не сработал твой обходной путь. Это Атланта. Дмитрий, ты сам с собой решил поиграть? Да. Да я просто смотрю самые интересные города, которые я не видел. Чербакуль. О, это, кстати, далекий город. Ну, значит, Чербакуль. Челик зарегал твиттер с названием Кван Помолчи. Кван Помолчи, хорошо. Замечательно. А ты на тебя подписался Кван Помолчи? Подписался, братик. Десять человек он читает. Окей. Суждаем. Че? Каждая подписка цена. О, Джордж написал отличный комментатор. Спасибо, Джордж. Это, наверное, Георгий. Так, ну вообще, Джордж. Джордж. Алан Финал-то в Америке, Джордж. У Челика чипсы уже закончились. О, я обожаю, кстати. Мне нравится, когда мои никнеймы переделывают. Фланкиштейн, если что. Ну, так пойдет. Как Франкенштейн. Да, может быть. Это Камбербэтч. Камбербэтч. Фланкиштейн. Так, Господи, что происходит? Ладно, у меня день рождения, пишет Тавел Смайли. С днем рождения, дружище. Кстати, 23 февраля день рождения. Ну, поздравляю. Красота. С праздником. С днем рождения. 7 тысяч человек. Поздравляю тебя с днем рождения. Главный вопрос, который задает Нетэс ТВ. А можно уже игру посмотреть? Нет? Ну, да, вообще можно. Но мы тоже хотим. Вот. Окей, кто-то тут интересно очень. Ты уже не озвучиваешь, да, ты сначала? Да, да. Я сначала прочитываю про себя, потом понимаю, что плохо и так далее. Правильно. Опыт был получен. Это от цензура проходит просто теперь через меня. Я один раз ошибся, больше не оступаюсь. Одна ошибка, и ты ошибся. Фоллум поднимает руки вверх, видимо, тоже не супердоволен. Хотя нет, улыбается. Первый раунд позади. Вот на инстаграмчик кто-то подписался. Спасибо. Ссылочка-то все та же. Двойное нижнее. Кван. О, да, на инстаграм тоже подписывается. Спасибо, Валерий. Сложно. Сложно. Но это 2 часа ночи, друзья. Все в порядке. У нас эмоции через край приливаются после того, как у нас вылетели ребята из Каманды Форс. Человек угрожает выехать и сам. Там самолично снять паузу. Ну да, на Хэймэн сколько? Часов 10 лететь. Но если у тебя личный самолет, то быстрее. Да, личный сверхзвуковой самолет. Так, ты продолжаешь. Ну а что сидеть? Что сидеть, когда можно подписываться? О, матюки. Это осуждаем. Осуждаем в чате. Да, конечно. Осуждаем. Человек с ником с цифрами 55. Осуждаем. Осуждаем. Банзу ссылку себе дай. Можно. Понимаю. Так, наушники появляются в ушах. Все. Изи форенс. Поехали, поехали. Финны, финны на месте. Тако погулял. Вернулся. Пистолетку сыграли. Призовой фонд, друзья, 100 тысяч долларов, если что. На Фортнайте, который проходит также на Дримхаке, 250 тысяч долларов. Вот вам приоритеты. И путевка в Чоппинг. Первое место на Дримхак Мастерс команда поедет, что тоже круто. Ты видишь, что тут клавиатура? Это тупо роскошно. Вот это красиво. Но это бразильцы, они знают толк в жизни. КНГ. Он улыбается, а там, знаешь, такая золотая челюсть. Как у Адрена на каком-то мажоре было. Видел этот ролик? Нет. Перед каким-то мажором они снимали. Я видел, типа, видос, когда Авангар выиграли на Блассе, 4 игрока обнимаются, а Джеймс застегивает ширинку. Не будем развивать эту тему. Нет, там очень интересно это выглядело. Там в Твиттере, кстати, есть этот видос, то очень интересно выглядело. А в Твиттере чего только нет. В Твиттере очень много контента. Поэтому на этот контент нужно подписываться. Вот это байт. Вот это байт, вот это ссылка уже в чате. Я видел кулаки. Все, все. Второй раунд. Погнали. Let's go, boys. Ну что же, второе best of 3 продолжается с вот такой заминочкой в 20 минут. Мы все-таки посмотрели на паузу, но здесь больше мы пауз не увидим. И будем смотреть замечательный нюк в зоне Emiber и команды Энс. Ну и вот пошел на второй раунд. Уходит на Аплайн. Как же хорошо вырываются. Команды Энс, правда, только двух игроков уже потеряли. В размен всего лишь на одного фера. Забрали Майерну, забрали фол. Алло, минус фол. Алло тут забрали. Ксена также падает. Но как-то все очень быстро происходит с Саней. Остается один на один. Бомба выпала. КНГ. Ну что, золотая клавиатура. Или Саней, который немножко поспал перед началом матча. Кто сильнее? Кстати, у Саней армор тоже есть. В принципе, один точный выстрел в голову. Но бомба выпала. В общем, проблема. Тут времени много. Тут можно стянуться к девятке, подняться через девятку, закрыться сверху КНГ. То есть попытаться таким образом отыграть Саней. Но все решение сейчас за ним. Минута времени действительно очень много для того, чтобы реализовывать. Мы видим, что уже сразу в будку ушел у нас КНГ. Спрятался все-таки от этих вот. Слишком много позиций уже, из которых может выйти Саней. КНГ это понимает. Времени еще целых 45 секунд. Но тут до бомбы не дойдет. Тут вопрос кто-то, кого переиграет в плане Mind Games. 35, Саней. Ну, будет чекать 9. КНГ, кстати, довольно хорошую позицию занял. Саней-то тоже нужно весь план проверить. Саней. 25. Ну, перехалдил по факту. Да не, подожди. Он так хорошо ждет. КНГ? КНГ ушел. У КНГ-то все нормально. Так, Фомас подобрал. Толку с него никакого. На самом деле, Диггл, мне кажется, более уверенно смотрится. Бомбу забрал 12 секунд. Ну, на бета он не успеет ливнуть. 10 секунд. Да ладно, он пытался ливнуть. Ну, дружище. Резать. Он даст поставить. Ладно. Да ладно. На Верочку сыграл. Ну, ладно. Близко было. Хороший момент. Публика ликует. КНГ забирает раунд. И 2-0. Польская МНД. Мибор. Ну, что мы можем сказать. Энц, во-первых, сделали свой план минимум. То есть бомбу поставили, выбили. Ну, даже, знаешь, это очень хорошо. Выбили 4 девайса. И, по-моему, они более чем довольны. Денег у них сейчас немного. Можно, можно закупиться. Закупиться можно, да. Попробовать. Там даже какой-то СГшки сыграть плюс один девайс или еще что-то. Галилы. Но тут появляются Галилы, раскидки, АК. Все нормально. 3 Галилы, кстати. Много гранат. У команды ММБР даже похуже получается бай. Несмотря на то, что 2 раунда они взяли. Ну, конечно, с потерей четверых в предыдущем. Есть кал, есть МПШК. Сани проходит по улице. В принципе, туда же преимущество. Хотя нет. СГ против Калашей. Аук. Ой-ой-ой. Там Фоллан поддержал. И есть минус. Правда, все равно у нас КНГ забрали. Но Фоллан доделал дела. Два скилла со скаута оформил. Фер в это время принял Сергея. Есть ситуация 4-2 в пользу Каван Демибор. Ну, и тут Х7, конечно. Смог выпал. Фер пойдет, заберет смог. Прочекал этот угол. Никого здесь не нашел. Ну, и сейчас что будет делать с Энс? У них, в принципе, бомба в руках. Поэтому можно сейчас что-то придумать. Опять же через улицу пройти. Ну, знаешь, вот этот вот выход через улицу без смоков, это, конечно... Ну, у вас калаши. Все-таки, видимо, рассчитывали на то, что перестреляют на дистанции. О, Фуллэн. Ну, это, кстати, минус 3 от него уже в этом раунде. Со скаута. Отлично сыгнено. Четко разменял сначала КНГ. Ну, сейчас забрал еще игрока на улице. Ксэмон последний. 47 секунд. 4 оппонента против него. Можно попытаться нырнуть под Б. Чекай 9. Там пусто. Ну, на А выходить, ставить бомбу, это явно тупик. Фер. Фер. Законтролил. Ну, слушай, команда Мибор прям в хорошей форме по стрельбе, по крайней мере, я смотрю. Так, там у нас и Фуллэн очень хорошо стреляет, и команда тоже присоединяется к этому делу. Но это не может не радовать. Вот тот самый момент. Скаут раз, скаут два. Ну, понятно, что немного каленые ребята оказались. Ну, вот, например, Фуалу здесь получил забрать с помощью хэдшота. Там все КНГ все-таки вычисляли. Но Фуллэна прикрытие действительно сыграл здорово. Так, ну что у нас получается? МПшка остается. Тот самый Ауку Фуллэна теперь. И что будет делать команда Энс? Ну, вообще идут через улицу. Причем на морозе, в Пятерон. О, Санни! Минус по полу, но КНГ здесь отвечает. Правда, Эрил делает еще один минус. Два килла с дегла. Команда Энс оформляет. Отличный момент. Ауку уже трофейный имеется у Санни. Санни поднимается наверх. Майор на это время забирает Сергея. Так, он даже наверх вообще не думает смотреть. Санни, по идее, должен... Нет, боком сидит. Не проверил под собой. Тако замечает. Вау! Вот эта публика мне прям вообще кайф. Не зря, не зря там показывали человека с бразильским флагом огромным за спиной. Фан-база на месте. Ну что, Диггл Эрил, а Луна П-250 с бомбой. Эрил. Ну, под Б, кстати, неплохо себя чувствует. Там вроде никого нет. Тако. И перестрелял. Ой-ой-ой. Увидел, конечно, бомбу. Так, ну тут момент очень интересный. Эрил, по-моему, может сейчас Дигглаб. Очень много грязи наделать, но, к сожалению, с Ферром разобраться не получается. Ферр зарашил, забрал Эрила. Бомба была поставлена. Ну и с П-250 АУ будет перестреливаться. Здесь Тако, но Тако справляется. И в итоге три Гевайса команды. Мипер остается, забирают раунд. Да, бомбу поставили. Все здорово. О, мы видим, вот они, бразильские фанаты. Ну, смотри, как они вообще в открытой просто сидят, болеют. На расстоянии вытянутые руки просто. Команда, очень все открыто доступно. У кого-то толстовка с автографами, кстати, вот эта желтенькая собрал уже. А вот, представляешь, это сейчас делает небольшое количество фанатов, да, бразильских. Вот этот шум, который мы слышим с тобой и слышат наши зрители. Представляешь, что это целый стадион такой? Ну, когда стадион, там все-таки кабинки. То есть там такой общий шум. Да там такой орб будет, что кабинки не помогут, мне кажется. В Бразилии будет бешеный, да, в Бразилии будет бешеный мажор. Особенно, если покажут хороший КС представители этой страны. Я думаю, там будет очень жестко. Немного попозже посмотрим на мажорчик. У нас пока что пятый раунд. Так, плотная раскидка. Ой, как же. И снизу подожгли, и сверху подожгли. Но есть вот этот безопасный пятачок. Островок безопасности. Как будто в ПДД. Как будто нашел лазейку. Так, ну что же, полетели. Смоки у нас на улицу. Сейчас с командой все-таки решили более всего выходить. Молик сразу же на лестницу подлинный. Не хотят там особо иметь какие-то проблемы. Правда, Молик продолевает у нас команду Мибор. Фоллэн. Четыре игрока проходят по улице. Молотов очень много времени выиграл. Так, слушай, там смоки сейчас закончатся. И там, по-моему, контроль все дела будет. Да и тут КНГ имеется, если что. И КНГ здесь будет контролить. Сейчас попытаются выйти. Опа! КНГ минус. Есть сразу же Молик. В итоге остановил все нападение и прессинг. МНДН. Остаются вчетвером. Остаются они также на улице. Ну и теперь, знаешь, их можно просто идти закрывать, попытаться. Хотя засмочили здесь вот не мейн. Очень строго отыгрывает пока КНГ. Четко на результат. КСЭВН щет ближний угол, но там пусто. Пол он там ближе к дверям все-таки сместился. Девятку оставили без контроля. МАБР довольно редко мы видим такое явление. Но тут есть так. Он под девяткой скорее. Ну он поднимется. Хотя, подожди, ему там может с улицы разобраться. Не особо спешить. Да тем более, мне кажется, девятку Сапунта контролирует. Знаешь, там просто смотрят, как бы без проблем. Должны будут, если что, справиться. Сейчас должен будет услышать все это дело у нас игрок, находящийся там. И вот, пожалуйста, стоит молодой аргентинец. Но, к сожалению, расправиться с КСЭВН не получается. Тут у нас минус Фоллан. Минус Атфера. Афера кладет еще одного игрока. Но Сани разбирается с ним. Тако закрывает Сани. И команды МИБР идут уже и лидируют 5-0. Но вообще, то, что это пик КМНД не видно пока что. За сторону атаки у них не получается играть. Пока что он... Ну, или КМНД МИБР просто им не позволяет этого делать. Очень плотно они все-таки удержали базу А. Плюс там еще Тако успел зайти в девятку. Оказался в тылу игроков Энс. После того, как убили Мерна, на самом деле я запереживал за базу А. Очень быстро играют Энс. Все в огне, все в прострелах. Миллиард хп было потеряно на этом спрыге вентиля. Бумба еще осталась. Что-то как-то грустно. Фоллан пошел просто как бы на поиски игроков, которые нырнули вниз. Мы вчера с тобой видели такой момент. Да? Кто у нас там прыгал в основном? Энс, по-моему, также запрыгивали или нет? Или это были... Это GNG, по-моему. Дабс, дабс, дабс пропрыгивал постоянно. Но тут бомба не прыгнула. Самое забавное. То есть вот как раз-таки Саня остался там чуть ли не последним. Опа, прыжок! Что там? Колесико мышки задел. Что-то такое было реально? Ну ладно, бывает такое. На реакции решил подпрыгнуть еще на всякий случай. Как говорится, стрейбасом лучше от этого не идет. Но ничего страшного. Все в этой жизни бывает. 4 в 2. Ситуация. Мибар. Ну, вообще, очень хорошо стоят на своих позициях. У нас Фоллан тут и Смок, и Молик. В итоге один только проход остается для команды Энс. Либо через Смоки выходить не особо хочется. Да и флешек каких-то, кстати, имеются. Подожди, у Тамуэриала. Это прям полный пак. И Смок, и Флешка, и Хае, и Молик. Все дело имеется. Вот так у нас Саня ждался, пока Смок развеется. Но вот с Фолланом можно будет попытаться разобраться каким-то образом. Но Фоллан пока что дал флешку. И не справляется, к сожалению, с двумя игроками. Энс он здесь. Ну, кстати, 2 в 4 Энс. Почему-то только Пола находился под базой Б. Информации, видимо, не было. Ферр успевает открыть дверь. Но там уже бомба установлена. Выход, когда нет. Ну, причем Сане приятно. Там Смок лежит, поэтому его пока что закрыли. Он прям посередине этого плута находится. Ничего не боится. Дело минус по ММ. И делает все-таки раунд для своей команды. Ну, раз по чату. Первым раундом начинают уже какую-то небольшую, может, серию побед Энс. Хотя, кто знает, чем это продолжится. 2 в 4 они были. 2 в 4. Как же Эвел сейчас играл в этот коктейль Молотова? У него 2 хп оставалось по итогу. Ну, очень грант отыграли. Но, опять же, вот этот фуллпак грант, мне кажется, зарешал все-таки. И флешка, и Смок как раз очень сильно помог. Смок вообще позволил поставить бомбу и сделать килл даже. Да, Санни там за Смоком отыграл просто великолепно. Ну, и, конечно, последний момент 1 на 1 тоже заслуживает внимания. Вот, мы акцентировали как раз крупным планом на игроке команды Энс, на Эрели. Ну, и что? Легкая пауза. Видимо, тайм-аут для совещания. Правда, не до конца понятно, кто взял. Изи форренс. Я вижу надпись на планшете. Фанбаза в первом ряду. Да, в Зайнс тоже топят. Есть фанаты. Ну, и вообще, если, грубо говоря, сказать, если ты едешь на Дримхак, то ты едешь, опять же, можешь повалеть за команду и заодно поучаствовать в игровой выставке. Мне кажется, таких людей все-таки достаточно много. Так, ладно, у нас очень быстро проходят все-таки игроки. Опять же, Энс вниз прошли. Фер в это время пошел через... Ну... Его ждал. Его ждал Аллу. Аркада дверей не удала. Сериал, кстати, с бомбой. Нырнул в вентиля. В этот раз у Фина все было поярче. Его слажение в этом плане. Очень поздний пик от Фоллона. Ну и все как бы. А чего тут у нас имеется флешка? Есть, да, у Сани. Есть, Сани, флешка. Гранаты там какие-то имеются. Но если что, ситуация 5 в 3. И Канга делает минус по Сергею. Ну, это такие уже, видимо, фраги на сейве. Потому что ретейкать такое навряд ли получится. Без дифьюз китов. Да, да. Времени уже слишком мало. Стремительно атакуют Энс. Очень такой высокий темп они выбрали. Вот о первой половине карты Нюк. Носится на плюс W. Как мы видим, два раунда подряд взяли. Мибры получают минус экономику. Но 3 девайса удается этой команде сохранить. Ну что, Дженс, пошли в ответочку. 5 в 0 летели. 5 в 2 сейчас становится. И теперь можно немного укреплять экономику. Никого они особо не теряют. Ну ладно, одного игрока потеряли. Слишком уж там на рампы хотел зайти в спину игрокам Мибор. Но не вышло. Так, а у нас девайс получил авик у КНГ. Это последние деньги, которые сейчас есть у ММБР. Поэтому сложно будет, если проиграют. Ну и проигрывать, естественно, они. Не хотят. Но что будет делать КМД? Предыдущий раунд был очень отлично сыгран за счет того, что все-таки прошли через винты с бомбой. Поставили бомбу и заняли очень грамотные позиции. Сейчас немного посложнее. Идут все-таки больше к рампе. Так, аэшка полетела. Будет ли разбираться? Есть минус по Х7. Ну и Мибор продолжает зажимать. Забирает Аллу. Забирает еще и Сергей. Это что ж творит этот парень? И остается у нас только Санни здесь. И, похоже, будет возможность так и с ним разобраться. Но Санни поймал. Так, а на прыжке. И в итоге к нему сейчас спина уже заходит. И это есть Майерн. И это минус Санни. Ну вот и Мибор возвращается к победным раундам для своей команды. Такос играл просто великолепно. В отличие от большинства напорников, рампы, которые, в принципе, стоят на инфу, которые по большей части падают вниз в район вилки. Такос играл четко от красного ящика. Ну и, конечно, три фрага обеспечил очень зрелищные. Плюс КНГ помог. Так. Задумался у нас тренер команды Мибор. Экстра наезды, как в боевиках каких-то. Так, ребят, ну я сейчас точу ногти, точу когти, как бы, и вам кому-то не сдобровать, если не продолжите выигрывать раунды. Ну ладно, это бывает такое, задумываются просто люди, ничего страшного. Ну не удалось как-то прям набрать боевой ход команди Энс. Быстренько их остановили. Буквально парочку раундов финны выиграли. И пока что все. Бомбы не было возможно. Там, кстати, проблемы с деньгами будут. Ну да, Заку в ноль. Раунд за два сейчас отыгрывают финны. У Мибор. Ну деньги какие-то есть, если там еще девайс подсоединят. Ну, немного, да-да-да, нормально. Ну мы понимаем, что если команды Энс хотят побеждать, то желательно эти все пять девайсов сейчас с командой Мибор выбить. Опять же, смотри, Фер, ну вот, вот нашли все-таки эту нычку между двумя моликами. Может, молики нужно кидать чуть-чуть более ювелирно, для того, чтобы не оставлять этого островка. Но Фер отлично здесь сдержался, так же, как, в принципе, и Майрон там действовал. Так, пошли все-таки выходить. Но тут закрывает слишком большим количеством игроков у нас Мибор. Хотя, кстати, получает минус Фер по голове. В итоге три в два ситуация. Майрон это время. С Аугом стреляет. И вот так вот они здесь перекрывают вместе с Фоллоном перекрестным огнем команду Энс на Апленте. Ну не знаю, вот Аплент это всегда какой-то хаос. И тут даже не знаю, что должно пойти так, чтобы команда выиграла. То есть мы видим, что, пожалуйста, у нас вылетает просто-напросто Фоллон, да, как бы с винтов и делает два минуса выходящих из дверей игроков Энс. Если уже пушить будку, то все-таки, конечно, в идеале игрока с этой будки до этого прогнать. Вот те самые молотовые, видимо, должны были это сделать. Но в итоге получилось, что просто мебры, стоя на своих стандартных позициях, приняли отлично. И вот этот Мейрон, главный опорник база А, в итоге выжил. То есть его-то так и не убили. Снова лево-лево. А как же быстро играют Энс? Там раунды по 15 секунд иногда. Играют быстро, но пока что 7-2 счет. Не очень эффективно-то получается. Так, ладно, у нас так и смещается очень грамотно, потому что почувствовал огромное количество игроков. Увидел точнее даже. Ну и сейчас попытаются они его задавить, но мы видим, что с первым так и разбирается. Со вторым тоже может расправиться, но и тут его могут задавить. Опять же, патроны не бесконечно. 13 патронов остаются в обойме. Разбравляется еще и с Санни Фер. Ну и Фер здесь помогает разобраться еще и с Сергеем. 8-2. Команда Мейбар. Деньги у команды Энс на этот раунд сейчас будут. Может, даже АВИК какой-то увидим. Хотя АВИК за атаку... С таким темпом игры навряд ли мы увидим АВИК. Ну да. Ну а Лукалаш. Видна прям такая четкая стратегия Энс. Видимо, в эту стратегию заложено взять 5 в атаке и потом уже отыгрываться во второй половине. Ну, по-моему, как раз у Энс вчера очень хорошо все на защите шло, да? То есть они набирали преимущество против команды G&G. И потом уже за сторону атаки у них все реально не шло. Ну и мы видим, что здесь происходит все то же самое. КНГ дела отличный минус с АВИКа по Санни. Куда бежим, зачем торопимся, непонятно. Но финнов не остановить. Как-то вот педаль тормоза в этой финской машине, видимо, отказала. Не знаешь, мне кажется, там фраза такая звучит. Бежим, бежим, проскочим, проскочим. 8-2. Летим, летим. Хорошо. Так, НГ делал еще один минус по Сергею. В итоге флешки полетели. Информация должна быть. Но тут уже у нас Аллу отлично подошел. Ну, там на свое время Ерил делает минус под Тако. Ну и также Аллу трофейным АВИКом делает минус под Холд. Ну и тут ситуация немного переворачивается. 3-2. Уже сюжет разбивается в пользу команды Энс таким образом. Но ребята на девятку. Энс, прям внизу взяли килл, забрали трофейный АВИК, приняли под девятку игрока, быстренько подбежали к девятке, заплэнтили А и все. Но команде МИБР уже ничего не остается делать. И еще становится 8-3 в пользу команды Энс. Ну слушай, вот это замечательно. Деньги у команды МИБР правда имеются. И сейчас для них это не так критично. Но думаю, что если еще один-два раунда там команда Энс все-таки пойдут тащить дальше, то смогут, в принципе, очень неплохо здесь укрепиться на первой половине. Вот так вот это было, да? Ну, это просто тайминг килл, мне кажется. Начало раунда просто безукоризненно. Проверили МИБР, а вот на рампе как-то вразмен вязались, наверное, зря. Да, ну вот посмотри, АВИК, кстати, у Аллу остается, если что. Таким быстрым темпом атаки от команды Энс АВИК мы все-таки увидели. Тут сейчас прострелились от Фера, минус X7. Ну и куда у нас этот АВИК отправится? АВИК, в принципе, на скале находится. Нужно же на ЦСР не делаться, минус по КНГ. Вот уже и ситуация 4 в 4. Аллу. Ну, здесь можно смог, в принципе, закрыть. Нет, Аллу. Ну, Аллу очень рискует. Ствол выходит просто на полсекунды раньше, чем игрок. Фолл от этого отыгрывает, конечно, на 100%. Габриэль забирает еще и Эриала. Остаются Сергей плюс Сани. В лобби Фер пушит на минуте 15. Ну, это необъяснимый сегодня у нас нюк. Прыгает Сергей на месте. Любят попрыгать финны. То Аллу попрыгал, теперь Сергей. Ну, странно все это выглядит. Матч на вылет, на самом деле. Да, и пик КМНДНС. Главное, что... Ну, ладно. Ребята все равно здесь должны, наверное, раскрыться уже на второй половине. Желательно. Камбэков мы сегодня прям таких серьезных не видели. Мы очень видели плотный матч со счетом 28-26, который выиграли КМНДП. После чего они выиграли там еще третью карту. И в итоге обыграли команду Форс. Опять же, на больной давлю. Кстати, очень неплохой проход от КМНДНС втроем через винты. Спускаются вниз. Ну, и планты занимаются, видимо. Так и есть. Так и есть. Оккупировали финны. Ну, КМГ вроде отправляется. Ну, это ретейк 5 в 5, судя по всему, сейчас у нас будет. Бомба ставится. КМГ не может этому помешать. Ну, все. Вроде все закрыто. Единственное... Ооо, спинка. Спинка была открыта, но не для КМГ. Один спиной, другой по этой спине не попадает. Тут вообще еще на радио двое. Клэш. Ооо, так еще и минус, кстати. КМГ его убил прострелом после этого. Ну, там 18 хп у него оставалось. Он по нему один шот тогда залепил, но не добил. О, Ирел делает минус по Фьеру. Какие-то быстрые разминуты получаются. Просто дикая вакханалия происходит. Сергей два хедшота вешает уже на вилке. И это четвертый раунд для команды Энс. Ну, вот и, в принципе, 5 уже недалеко. Ну, продолжайте в том же духе. Взрываете дверь, проскакиваете в винты втроем. Летите и играете вот именно с АК. Один раз Савиком они отыграли трофейным. И в итоге это закончилось все очень плохо. Это был 12-й раунд. Но 13-й раунд несчастливые самые команды Энс забрали. Теперь надо бы как-то еще два раунда взять. И уже выходить на вторую половину с уверенным счетом. Так, у нас здесь в это время размена опять какие-то сумбурные. Алло, остается один у команды Энс против трех игроков. Ну, посмотрим, как он здесь отыграет. Пока КДА. Минута 32 на таймере заканчивается раунд. Может, просто будем в десятером на улицу выходить. И кто кого убьет, тот и молодец. Пуш в лобби. С одной стороны. С другой стороны, просто раунды на А. Знаешь, самая тяжелая работа сейчас на этом матче, знаешь, кого? Так. У кого? Об сервера? Конечно. Все эти фраги уловить нереально. Там в чате уже просто его обсуждают. Но, друзья, вы сами представьте. Видели, что вообще происходило? Там киллфит просто 5 киллов сразу. И ты такой, что? Если ты не смотрел на кого-то, кто находился в этой драке, то все, это как конечное. Тут у нас, кстати, КМГ неплохо расправил сало. Правда, Эрил и Саня сделали свои минусы. Тут же в это время у нас... X7 убивает Сергея. А ничего страшного. Это на базе полон в смоках, умирает. Это 10-5. 1.28, кстати. Минут 28. Вот так вот заканчивается раунд. Очень быстро. Сыграли здесь. И в итоге у нас получается вторая половина. Ты говорил о том, что 10-5. Комфортный счет. Вот и пожалуйста. Комфортный счет себе сделали. Блин, как мне нравится музыка. Это с фестиваля. Ты говорил, там как раз есть какой-то рок-фестиваль. Ну, там типа есть альтернативный рок-найт. Я не знаю, насколько там выступают какие-то группы или нет. Ну, и там есть идея. Идем-найт. Я думаю, что сегодня это какая-то ночь альтернативного урока, а завтра будет Идем. Это было бы идеально вообще. Перед понедельником? Нет, тогда наоборот. Тогда наоборот. Ну, DreamHack длится 3 дня всего лишь. Пятница, суббота, воскресенье. Понятно, что воскресенье, наверное, такой не самый активный день. Но завтра, если что, будет гранд-финальный день. Там будет полуфинал и гранд-финал. Это будет очень здорово. Ну, а пока мы посмотрим повторы первой половины, которые здесь были. Да, команда Mibor. Очень неплохо себя показывали в начале. Энс потом как-то все-таки, не знаю, то ли, как сказать, набегали вот эту вот, да, как бы игру. Просто бежишь, стреляешь, выигрываешь. Ну, особенно вот эти моменты, когда они втроем запрыгивают в вентили, заходят на плент, B и все. Все очень просто, все очень легко. Момент, кстати, стака здесь тоже был очень интересный. Он очень классно отыграл здесь от красного. Ну, такая неоднозначная получилась половина. Mibor, в принципе, с учетом того, что нюк-то особо и не играют. Взяли 10 с защитом. Все это, конечно, дело их устраивает. Ну, а вот Энс, судя по всему, основной акцент делали именно на диффенс. И будет интересно, что нам бразильцы приготовили в атаке. Навряд ли тут будет такой же быстрый КС. Идеальная версия. На DreamHack'е проходит спидран, да? Это он сейчас был. Это был спидран нюка от Энс. Скоростное прохождение. Первой половиной. Если бы они еще в костюме косплея сидели, играли на геймпадах. Вот это был бы шоу-матч так шоу-матч. Кстати, я когда-нибудь проходил, но я просто видел, что когда ты развлекал его, некоторые стримеры сидели, играли в Counter-Strike на руле. Видел это? Вот когда ты берешь пулемет и просто начинаешь вот этими, как сказать, дальнобойными движениями руку перемещать. Крутить, крутить, крутить. Ну, это жестко. Надо симпло из-за его посадить за рули и один на один. Да, и тот, кто победит, будет топ-1 на Шилл ТВ. Логично. Абсолютно. Ты весь год потел, набивал стату, а решается все в шоу-матче на рулях. Вторая половина. Вот-вот начнется. Карта под номером один. Пик команды Энс Дейнюк у нас на экранах. Очень плотная раскидка, кстати, у МАБР на второй пистолетный. Три человека с гранатами в руках. Взрывается дверь. Так, кстати, не побежал в эти двери. Все-таки более такая позиционная игра. Но то, чего мы и ожидали. Это МАБР. Все, не будет быстрого КСа. Минута 32, раунд не закончил. Закончил спидран. Даже фрага еще не сделана. Да. А представляете, сейчас еще пауза будет. Как у нас было после пистолетки. Ладно, не будет ничего такого, конечно, что это так. Лирические отступления. Ну, пока тут пошла перестрелка. По 250, КМГ, по улице. Ну, давайте. Давайте, МИБР. Ну, сплит на А. На самом-то деле напрашивается. Да, пушь по дверям. Эриал. Под прикрытием тиммейта работает. О, так. Майерн делает свой минус по Эриалу. Сергей перестреливается за цистернами. Ну, и что же. Там, в принципе, Ауто делает два минуса. Его подходит тиммейт подсобить. Сергей с Аней разбираются с таком Айерном. Ну, и это минус 5. В разуме всего лишь на одного игрока. Да, хороший пистолетный раунд для команды Энс. Я думаю, что они этого и ждали. Они ждали как раз половины. И вот, пожалуйста. Да, сейчас будет камбэк, судя по плану команды Энс. Не доубивал немного Сергей. Как у него вообще-то ни одного хедшота не залетело. Но старый добрый Алло пришел на выручку. Показали нам как раз момент в лобби. И после этого именно он, ну, можно сказать, спас Сергея на точке А. Тэм-аут у нас. Зевс показывает лайк. Микрофон работает. Все хорошо. Огромный IT-трай с тактиками есть. Ручка на месте. Пошло совещание с Холоном. Ну, кстати, уже все. Уже стоя, ребята там. Места занимают. Почти битком зал забит. Ну, передние вот ряды свободны, конечно. А там не особо, наверное, видно на передних. Ну, да, кстати, хотелось бы. Ну, знаешь, мне кажется, что там получилось так, что как бы посередине сидят нейтральные, да? А фанаты уже все места по бокам. А фанаты сидят, да, как раз по бокам. И вот именно у команды Мибор прям там практически все забито. Да, популярный, популярный, ребятки там. Ну, мы видели, как за них топят. За команды НС не так уж сильно. Но вот за Мибор прям реально. Так, у нас, кстати, здесь Юмпа пошел. Опять же, выход на АА. Но тут есть фармганы. Окей, Эфир и КНГ делают свои минусы. Правда, ответ от Аулу не заставил сождать. Так, Эфир падает. Сничал. Пошел дальше зажимать. Забирает Фолона. Но тут Мэрн, тут же минус от него. И, похоже, остается один только Санни. Мэрн бомбу унес. Еле-еле на последний хп, но все-таки сбежал. Ну, только Аулу в последних двух раундах радует фанатов команды НС. Разменивается пуш и делает красиво. Ну, у Санни, кстати, очень неплохой потенциал на то, чтобы выиграть в этом раунде. Мы видим, что очень лоу-хпшный у нас игроки команды Мибор. Санни здесь фулл-хпшный. Сэмк. Окей, не самым плохим показателем, куда. Ну, нет китов. Обратите внимание. То есть тут 10 секунд нужно закладывать на разминирование бомбы Санни. А Мибор могут занять абсолютно любые позиции. То есть тут секунд... Ну, 10 у них было для этого. Откроется дверь. Все, Санни компрометирует свое местоположение. Так, пробуют или пострелить? Нет времени на дефьюз. Санни это понимает. Там 3000 у Аллу. Будет сейв. Будет сейв. Ну, нет инфы по позициям. Просто выбегать на рандом. Там крутиться 360 смысла не имеет. Да, давать девайс тоже не хочется. В принципе, не так много денег сейчас, поэтому... Лучше немного заставить все в экономику. Санни решил все правильно. Второй армор плюс МК. Все отлично. Там деньги у одного игрока имеются. У остальных маловато. Но придется от двух девайсов отыгрывать. Либо играть с этой МКой и с какими-то пистолетами. Ну, вот мы сыграли быстро. На самом деле, тут все-таки не дожимает немного Сергей Мин. А он за этими бочками опорник база. Ну, вот и в пистолетном и в предыдущем раунде. Что-то у него как-то не залетает. Понятно, что форся тенс. Все к этому и двигалось. 11-6 счет. Бразильцы могут сейчас очень хорошо закрепиться в преимуществе по счету на табло. Если выиграть этот раунд. Сэро. Прифайер дает КНГ. Уже мертв. Так, и там сразу пошли вниз. Есть прострелы через дверь. Попытка убить кого-нибудь. Никого не поймали. Ну и все. Два игрока КМДН спустились на Б. Бомба здесь пока что лежит под Т-спауном. КМДМИБР. Ну и фоллэн. Гибко-гибко играют Сани плюс Аллу. Как раз таки связка из двух девайсов меняет позицию для Энс. Подсадка какая-то. Они просто прыжком чекнули Аллу. Угадали по факту. На самом-то деле тут три человека. Щебока. Аллу заметил там? Видимо заметил. Но не палится. Ну это изи. До свидания. Минус бомба. Второй. Второй есть. Ну и все. Тут нужно только тиммейтов немного дождаться. Не торопиться. Фер. Фер делает минус по Аллу. Но там уже стака практически разобрались. Кстати, у Тако очень мало ХП остается. Два ХП. Буквально киньте в него две флешки. У Эриала тоже два ХП. Нужно сказать, идеально разменялись по здоровью эти два игрока. Ну и надежда на Фернандо. В этом раунде у МАБР. Тако может, конечно, вентиля пройти. Но если в этом какой-то резон, пока не ясно. Контролит будку. На будке никого. Пришел Фер. Дым, кстати, вот заканчивается. Задача усложняется. Ну вот и стопроцентный Фер упал от Сергея. Как что там сбегла. В итоге остается у нас Тако. И Сергей его тут также простреливает. 11-7. Становится счет. Команда Энс за сторону защиты. Прям камбэкают. Камбэкают нормально. Это минус деньги. Полторы тысячи у КНГ. Восьмой раунд маячит на горизонте у финской команды Энс. Но перед этим небольшой тимток у нас будет. В Анахэме. Ну давай посмотрим пока в зале. Может кто-то есть? Человек в футболке Айбай Пауэр. Все еще на месте. Да. Наш фаворит. Самое главное интересное. Там кто-то в чате у нас пишет, что я в зале. Ну-ка покажи себя. Не знаю там. Напиши кто ты. Ты все еще веришь этим сообщениям. Да я пытаюсь. Человек 200 сейчас окажется в зале. Да, я знаю. Распечатай фотку фланги. Подними. Не надо мою фотку распечатывать. Там, не знаю, листа атрибут мало. Если что. Ладно. Да. Так. Решили закупиться. И Мэйби Арт. Ну, очень рискованное решение. Такое неочевидное, возможно, для Энс. Но все-таки финны инвестируют гранаты. После паузы все-таки перестраховались. Дали на стандартной позиции. Мы видим дым молотов. Все нормально. Саня на дистанции. Хороший у него может получиться угол. Чекает Мэйерна. Увидел. Но не попал тапом по нему. Ладно. Ничего страшного. Может контролить улицу. На улице тоже был сейчас замечен. Немного просел Саня. Получил все-таки шот от игроков Мибор. Ну, а двух девайсов сыграли. Точнее, играют Мибор прямо сейчас. Молик полетел. Х7 здесь с МПшкой. Возможно, подставляется. Пережал. Вот это вот чуть-чуть далековато было. Одного забрал уже хорошо. Хаешка, кстати, полетела. Вроде неплохая. Под ноги. Фоллэн. 26 хп остается. Фоллэн без армора. Фоллэн без армора, да. Очень много урона наносит граната. Но при этом рампу занимает. Атака не идет. Стрельба. Нет, все-таки забрался. Анифер должен был это сделать. Фер боком на самом-то деле стоял. Ситуация 3 в 4. Про рампу Энс знают. У КНГ с Калашом тут должен делать ветер. Эриал увидел одного. По-моему, даже бомбу сейчас увидел. Ставится плент. Эриал не рискует открываться. Ну и правильно делает. О, Алло. Увернулся от этого прострела. Но инфа теперь есть. Двое снизу, один сверху. Энс могут от этой информации действовать. Хорошая позиция у КНГ, чтобы убить Алло в малых дверях. Так, пытается прострелить. Ну, близко, близко. Был, конечно, Фоллэн там 15 хп. Пора, пора выходить. Ну, тут, кстати, с Эриалом разобрались. Хорошо. Тут Алло делает минус. Майер вместе с Фоллэн делают два. Минус остается один. Только Сергей. Сергея тоже должны будут принимать. Пытается Фоллэн его нагнать. Фоллэн пойдет ли дальше с мпшкой. Формит Сергея. Сергей бежит, прыгает, живет. Полетела ХАЕшка и взрывается здесь Фоллэн. Ну, конечно, помчался он за Сергеем, как студент за пирожком в столовку. Но ХАЕшка его остановила. Раунд-то взят в итоге команда МАБР. Если в первой половине за атаку Энс носились как бешеные, сейчас им как-то вот темпа этого ретейка и не хватило. Хотя преимущество было у Энс. Дефьюзки-ты были у команды Энс. Но, возможно, некому было взять инициативу на себя и выйти первым. Минус экономика. Попытка ответного закупа от Финна. В Сане хороший Энтри. Там же был прострел по Мэрну и Скаута. В Сане был уйти, но он дальше пушит. Знаю одного игрока, который играл с этой позиции как бог. Но будем смотреть на Сане. Флэшка. Какая предательская флэшка. От кого она? Тиммейта была? Да, да, да. Это была флэшка, по-моему, как раз Сергея. Обидно. Потому что Фоллэн-то спиной стоял, но после флэшки развернулся. А, нет, стоп, не Сергей. Это, возможно, была флэшка от Аллу. Да, 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 да. Скорее всего. Эх, Аллу, Аллу. Такой минус как бы отдал. Печально. Ну и пошли на шифте. Мибор. Обратно. Кстати, Аллу сейчас увидишь, что по улице никто не прошел. Есть две дымовые гранаты. Это Мэрн, это Ферр. Уже на позициях. 50 секунд. Полон чекает лобби. Там никого. Пошла раскидка. Ну, Аллу уже на рампе. Аллу уже, в принципе, всю эту улицу отпустил. У него все хорошо в этом раунде. Дэмэдж есть. Мэн красный. Что бразильцы будут делать, интересно? Просто в будку идут? Да. Пятером. О, в четвером. Ну, сколько есть, столько идут. Аллу там. Если что со скаутом. КНГ делал минус 5. Едут. У нас прям в притык ареал стоит. Но Ферр его здесь все-таки сбривает. В итоге ситуация 3-2. Очень лохэп у нас Мэрн. Тут сейчас Аллу должен со скаутом как-то расконтролить. Но там, конечно, Ферр сидит. Его не видно отсюда. Да, он в сейв-позиции для Аллу. И тут у нас Фоллун как бы. Опа. Ну и все. Х7 с деглом. Пошел, 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 пошел. Ну и Фоллун делает еще один минус. В итоге замечательно. Фоллун делает минус 3, но это батя какой-то. 13-7 у нас уже. 20 раундов позади. Ну и Команди Энс, чтобы вернуться, надо сейчас перетерпеть один раунд. Потому что этот раунд, скорее всего, точно будет Команди Мибор. Ну, как точно? На 98%. Потому что... Нечего докупить. Ну, P250, может, Ариал какие-то дропнет. Но все это в пользу бедных. На самом-то деле, пик изначально смотрелся как очень странный для ММБР. Но сейчас, если они возьмут этот нюк... Дальше-то их пик трейн и до третьего до оверпасса может дело не дойти. Фины где-то самая непроходимая игра. Защиту. Вчера-то все у них было нормально. Сегодня что-то как-то не получается. Тим Ток в Анахэме у нас 13-7. Ну, обсуждали, очевидно, уже следующий раунд Энс. Тут, как мы видим, даже по 250-х. Нет, решили просто не тратить впустую финансы. Тут пушить улицу. Ну, стака цена, миллион вариантов, как могут сыграть Энс. Решили в первую улицу идти. Фернандо. А он один был. Это плюс коллаж. Так, а поддержки-то никакой не будет. А тут еще Аллу, может, какими-то сверхъестественными методами неплохо дал выстрел по Майерну. Тут у нас пытаются прострелить. Канга делал минус по Сергею, минус Аллу есть. В итоге один девайс, который был принят команден с ОХ7. Но справиться ни с кем не получается. В итоге X7 сейчас может там как-то с тиммейтом подсобить, забрать Таку, который находится на девятке. Прострелили, конечно, по попаданиям хорошо. Но по ХП мы видим у Таку еще 75% здоровья. Побоялся все-таки воевать дальше. Калашик бы подсейвить. Я думаю, есть этот зазор по таймингу, чтобы попытаться сохранить трофейный девайс. И успик. Пал по голове. Так, ну все, заметил, заметил здесь КНГ. Сейчас не должен будет отпускать здесь, конечно, X7. А, это Мэриал, кстати, по X7 успе что-то еще пострелял где-то. Так, между прочим, ставил он на ЛОХП. Ну, да и ладно. Команда Мибор. 14-7 счет. Это опасно, опасно для команды Энс. Вроде говорили, что могут сделать камбэк, но пока этого камбэка даже и не видно. Да, пару раундов забрали. Все здорово. Но для того, чтобы камбэк, надо еще как минимум хотя бы 6 забрать. Как-то очень так весело, легко подошли Энс к этому нюку. Возможно, излишне самоуверенно. Да, побегали в первой половине. Да, вот сделали 5-10 счет. Ну, вот на смене-то сторон что-то не так. Тут-то уже нужно свое забирать. Ну, явно нюк не самая сильная карта команды Энс, чтобы пикать первым выбором, пока мы видим. Да, в принципе, за атаку очень интересны вот эти выходы втроем. Но это, скорее всего, опять же, до порода времени, пока это дело просто не начнут контрить. И команда Мибор, если что, это в какой-то момент начали делать. Вчера то, что эта карта была сыграна командой Энс против GNG, нюк, но там был Best of 1, и там просто к нюку вот каким-то таким образом пришли. Ну, 16-14, там-то была борьба. Все 30 раундов мы посмотрели здесь. 14-7. У Энс в ноль закуп. То есть ситуация критичная сейчас у них. Да, нужно делать скиллы, нужно забирать все девайсы, нужно выигрывать раунд. Энс прямо сейчас. Вот мы видим, что получается так и делает энтрекилл. Забирает Эриала. Ну и все. Потопали, побежали, побежали. Теперь нужно X7, но очень гранд принять Миссисалу. Но мы видим, что команда Мибор очень качественно откидывает флешки и отступает обратно. Очень классно перемещается. Отказались от рампы. Это стопроцентное попадание в цель. Нет дефьюз китов, нет гранат, нет никого на базе. А вообще пустой плейт, один Серега, а за всех отдувается. Так, Сережа. Ну а вот он тоже помогает своему тиммейту. Окей, ситуация 2 в 3. Тут у нас X7 выходит. Отлично, делает минус. Ну и 2 в 2. Теперь нужно только вдвоем как-то попытаться отыграть, не подставляться. 9 секунд остается времени. На девятке уже никто не выйдет. X7 пошел. Может мейн успеет? Ну да, есть минус. И Аллу делает два минуса. Отлично, окей. Команда Энс забирает этот раунд. Но, эх, знаешь, я смотрю на один The Sabling Device. Будет тяжело, это понятно. Но выиграли очень непростую ситуацию Энс. Был антрекилл, мы помним, от МАБР. Вышли в плент на одного Сергея. Ну и вновь, кстати, героем становится Аллу. Да, но Аллу всегда хорошо выделялся и был заметен. Этот финн. На нюке ведет команду за собой. Это, конечно, здорово. Но тут еще камбэчить и камбэчить. Энс. Кубок. Напомним, завтра у нас два полуфинала финал. Сегодня эта игра на вылет. И после этого еще две серии Best of 3. До самого утра завтра и места, соответственно, в группах А и Б у нас на этой трансляции. Так что просыпаетесь или не засыпаете, КСа будет много. КСа огромное количество. Еще на протяжении целой недели будет, поэтому прям сидим, кайфуем, наслаждаемся. В принципе, привыкаем к такому, ну не сказать ночному. Ладно, с понедельника начнется дневной Counter-Strike. Ну вот, там уже чуть полегче будет фанатам. Старая добрая Польша. Таймлайн, конечно, максимально приятный будет в Катовице у нас. Но это с понедельника. У нас такой аперитивчик выходной DreamHack Open. Да, завтра, по-моему, мы также с 9 часов по Киеву, с 10 часов по московскому времени начинаем. Два полуфинала и потом будет гранд-финал. Вот. Ну это все будет завтра. Так, а пока мы видим очень медленный раунд от Mibor. Внутри рампа. Вот, X7 играет по дефолтику. Чекнуть. Дать пару шотов. И вот должен был он сейчас упасть вниз живым. Но, разменявшись хедшотами, все-таки СГ помощнее. Так, он жив на 11 кп. Ну а вот X7. Отправляется на респаун. Ферз замечает Сани. Отлично. Очень внимательно сыграл Фернандо. Эта ситуация уже 5 в 3. При этом два человека на юмпаху, Энс. А бомба-то на бэй не вышла. У-у-у. Кольцо окружения сжимается. Так, Аллу. Опять выделяется. Дело в минус. У Эриала очень высокий шанс забрать Тако. Если честно, 11 кп всего лишь. Можно с Варамгана зафармить. СГ-шка есть. Потому что сейчас пошли уже на плентах ракет заходить. 9 секунд. Если сейчас бы он забрал бы Фолана, был бы очень крутой момент. Потому что времени осталось реально очень мало. Но Эриал не смог здесь сделать такой прострел. Сергей сейчас будет входить с винтов. Один игрок в мейне. Другой прям под будкой. Ну и как бы один игрок, опять же, находится прям глубоко в пленте. Решили сейвить. Фины рассчитывают на камбэк в 7 раундов подряд. Но это вот очередная патовая ситуация, как у Форс в конце третьей карты. Когда вроде бы и шансов на ретейк нет. Но и отдавать 15-й тоже, в принципе, не хочется. Но придется. Но придется. Сергей. А, ну Сергей пошел еще и девайс пытаться забрать, да? Тут у нас как бы должны были его как-то услышать, увидеть. Но ладно. Может просто прочувствовали. Забрали Сергея, выбили из него Юмпа. Ну и команда Мибор выходит на маппоинт. Ну четко сыграли бразильцы. Они понимали, что девайс как раз-таки на этом спуске. И скорее всего, если уже финны сейвят, то этот девайс будет подобран. Но Сергей подобрать его не успел. И спрятаться в углу тоже не получилось. Как-то на своей карте сейчас вообще отлетят без шансов, Энс. Ну да, 16-8. Звучит как очень такая себе идея. Брать эту карту и отлетать с таким счетом. Но мы смотрим, что здесь будет. Пока полетели хаешки. Очень близко у нас X7 поджимается к игрокам Мибор. Может там себя показать с этим Юмпом. Ну и со скаута мало. Контролирует пока улицу. Посмотрим, как он это сделает. Неплохую карту проводит Аллу. Мы уже его отмечали. Желательно, конечно, по голове кому-то попасть. Никого не увидел в итоге. Может, там на улице Фера заметил. Но даже не стрелял. Саня готовит молотов. Удерживает немного здесь игроков на улице. Так, выстрел первый промах для Аллу. Так, в это время падает от X7. Но X7 очень грамотно здесь, конечно, отыграл. Скорее всего, даже так и не ожидал его там увидеть. В итоге, в момент неожиданности. Есть шот от Аллу. Но, правда, КП у него остается совсем очень мало. Полетели флешки защитные. Ну и Саня. Так, Саня смог откинул. Ну и все, теперь ждать просто с Фамасом момента выхода через смог. Тут же у нас еще и Саня. Тут оба игрока сыграли хорошо. Саня на пиксель чекал. Фолл им просто дал молотов и обозначил, что позиции под спуском уже под контролем атаки. И снова на. Абсолютно не брезгуют ходить в последних таймингах именно на верхний плент МАБР. Вот Сергей, если убьет, раунд выиграют. Если нет, то все. ГГ. 19 секунд. Они с девятки будут падать. Да, на тоталу. У него очень мало ХП было. В итоге забирает его ферм. КНГ. Так, а в спину та Х7 выходит. Ну, тут даже не потребовалась помощь Сергея. Сергей просто пока что находится в банке. Ой-ой-ой. Был неплохой прострел. Но очень мало ХП там остается. 2 ХП, 6 ХП. У нас майорный ферр. Ну и это победа команды МИБа. Со своей музыкой приехали МАБР на DreamHack Open в Анахай. Мы вперед ногами команду Энс на нюке. Выносят эти замечательные улыбчивые ребятишки. Взяли нюк и просто ничего на нем не показали, Энс. За атаку бегали просто на плюс W, за сторону защиты. Ну, вы сами видели. Как-то не включились, не проснулись. Сами на себя не были похожи, Энс. Даже несмотря на спад команды, все-таки, спасибо, это замечательный планшет. Даже несмотря на спад, ну хотя бы за 10, за 11 раундов фэнс, конечно, должны выходить. Но этого не произошло. Счет 1-0. Ну а следующая карта у нас какая? Дтрейн. Выбор команды МИБа. Одна из их таких исторически сигнатурных карт. Есть сильные снайпера, есть дальние позиции. Ну и, соответственно, ждем Фоллана, ждем КНГ. Плюс у Фера сегодня летит. Да, в общем, все МИБа сыграли хорошо. Первую карту так точно. Ну, похоже, прям в форме, в тонусе сейчас они находят, набирают себе форму, опять же, на будущей квалификации. Ну а пока, друзья, давайте устроим небольшой перерыв. Команда отдыхает. Мы тоже отдохнем. Вернемся к вам на вторую карту, которая будет совсем скоро. Поэтому далеко не уходите. Продолжение следует...